Обо всем самым интересным и важным смотрите, как всегда, в нашей постоянной рубрике Телетайп новостей. Совсем скоро наступит великая и священная дата для каждого из нас – День Победы. В преддверии праздника, 21 апреля, в Славянске-на-Кубане прошел городской этап «Секубанская эстафета» «Спортсмена Кубани во славу Победы». В ознаменовании 70-й годовщины почти 3000 юных славянских спортсменов совершили пробег по одной из центральных улиц города – Красный. Среди них лучшие спортсмены в Славянском Кубане, воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер один, победители и призеры первенства края и Южного федерального округа по легкой атлетике. Вместе с ними бежали представители профессиональных образовательных учреждений города. Спортивную молодежь приветствовали почетные гости митинга. Глава города Александр Коновалов, председатель Славянского районного отделения Российского союза ветеранов Афганистана и локальных войн Алексей Зубченко, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани и России Юрий Давыдов. Хотелось бы пожелать, чтобы вы в будущем с честью и достоинством отстаивали на всех соревнованиях наш город, представляли его с достоинством и честью. По окончании митинга участники и гости спортивного праздника возложили десятки красных тюльпанов и алых гвоздик к мемориалу в парке «40 лет победы» в память о павших. Кульминацией эстафеты стал молодежный флэш-моб на театральной площади, где более 80 юных славянцев единовременно выстроились в форме живой пятиконечной звезды. В Славянске-на-Кубани в рамках профилактического мероприятия «Мы за безопасность дорожного движения» прошла акция. Ее инициаторами выступили представители отдела ГИБДД по Славянскому району. В мероприятии приняли участие представители общественного совета при отделе МВД России, члены общественной организации «Молодая гвардия», настоятель Свято-Пантелеймоновского храма «Отец Олег». Страж дорожного порядка и другие участники акции призвали всех участников движения к осторожности и внимательности на дороге. Отец Олег беседовал с водителями автомобилей, которых останавливали сотрудники ГИБДД. Вместе с памятками автовладельцам и пешеходам вручали иконы и молитвы водителя. Также отец Олег осветил наиболее опасные участки автодорог. В городе продолжаются факты выявления избыта фальшивых денежных купюр. Сотрудники отдела МВД России по Славянскому району провели акцию «Внимание, фальшивка», в ходе которой в торговых центрах, магазинах города были распространены специальные памятки с информацией об отличиях поддельных денежных купюр от настоящих. Сотрудники полиции еще раз обращаются к славянцам. Быть внимательными при получении денежных купюр, особенно достоинством 1000 рублей и 5000 рублей, если они вызывают сомнения в подлинности. В случае обнаружения такого денежного знака необходимо немедленно сообщить в отдел МВД России по Славянскому району по телефону 02-210-72-220-08. Восемь кубанских школьников приняли участие в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады по немецкому языку, прошедшем в Волгограде с 13 по 19 апреля. В команде нашего края были ребята из Краснодара, Армавира, Славянского, Мостовского и Темрюкского районов. Одним из призеров Всероссийской Олимпиады школьников по немецкому языку стала Мария Стрелец, учащаяся 11 класса 28-й школы Станицы Анастасиевской. В третьей школе прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная приближающейся знаменательной дате – 70-летию Великой Победы. Открыли мероприятия депутаты районного совета Сергей Зайцев и Евгений Комаренко. Сегодня каждая семья нашей Великой Родины ощущает на себе отголоски той войны. У кого-то нет, у кого-то отец, у кого-то мать полегла на полях этой самой страшной войны. И сегодня мы говорим, нет фашизма. Учите нас, учите детей, учите внуков своим личным примером, своими отгонами, чтобы никогда не было войны. О важности подобных встреч рассказал председатель первичной организации ветеранов-пограничников Славянского района Олег Давков. Сегодняшняя встреча ветеранов в преддверии 70-летия Великой Победы, она очень значимая, потому что ветеранов становятся все меньше и меньше. И мы очень рады, что сегодня можем собрать хотя бы столько ветеранов, чтобы они могли встретиться между собой, поговорить, вспомнить боевые свои события, и рассказать нам о тех тяжелых периодах. От лица ветеранов выступил участник Сталинградской битвы, боевой разведчик, почетный гражданин города и района Василий Васильевич Вертель. Встреча прошла в теплой душевной обстановке. Ветераны поделились воспоминаниями, рассказали о своем боевом пути, а школьники подготовили для гостей музыкальную программу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!